Добро пожаловать, друзья! Это Assassin's Creed Syndicate. Ну что же, давайте смотреть, где мы, что мы, на каком мы свете. Насколько я помню, у нас с прошлого раза осталась парочка заданий за Иви, которые мы сегодня тоже попробуем пройти. Они находятся в разных частях нашей незабвенной огроменной карты Лондона. Это хорошо. Есть немножко Вестминстера у нас. Есть захваченные, есть незахваченные. Это тоже мы будем проходить в будущем. И наша сегодняшняя тема начинается с политических игр. Джейкоб разыскивает Бенджамина Дизраэли в Синамском клубе, чтобы выследить загадочного Б. Б — это брейн, мы прекрасно знаем. Тот планирует убийство премьер-министра. Но я человек хороший, добрый, позитивный, я никого убивать не собираюсь. Получаем за это награду неплохую и экспириенс. Поехали. Пояс с железными пластинами. Осталось добавить пояс из собачьей шерсти нахрен. И все будет классно. И тепло, и Assassin хороший. Все нормально. Такс, давай смотреть. Ведь давно не играл, честно говоря, уже денька, наверное, два, как не играл. Поэтому надо сноровочку не терять. Тут это важно. И что ты затеваешь? Кто же ты такой, Б? Что-то было в виде только что чувак как-то пролетел забавно, то есть не двигался. Надо будет на паузе посмотреть. Он, получается, как-то задом начал лететь назад, что ли. Это довольно странно было. Доверись до этого клуба. Синамский клубешник. Сейчас пойдем посмотрим. Внизу у нас торгаш. Эй, торгаш. Как мультики. Эй, Арнольд. Так. Прыжочек Веры. Верочка. Давай мы прыжочек сделаем. Куда ты подышишь? А, даже так. Вот пока дворник чешет свои яйца, Джейкоб уже бежит затариваться. А смотри, покупай, мне ничего особо не надо. Так что хай, хай, уже в следующий раз скажешь. Хорошо. Джейкобятин, что у тебя есть... Джейкобятин? Как это забавно звучит. Что у Джейкоба по навыкам? Самые интересные же навыки. Что можно прокачать? За захваты района и из прошлого раза у нас осталось 4 очка навыков. Давайте посмотрим, что можно купить интересного на это... Хоть хотел сказать, на эти деньги. Адреналин повышается у нас. Расправа. Угу, как интересно, а что расправдают враги, которые видели вашу расправу над противником, от испуга перестают сосредотачиваться на защите. А давай, давай попробуем. Потому что как бы у Джейкоба со здоровьем все хорошо, особо его не буцкают. Действие завершено в клубе нашем, и вы получаете уже элитнейший, мать его, 8 уровень катки Ассасина. Ну что ж, друзья, 8 это, по-моему, сколько, 10, вроде как, в игре максимум. И это реально классно. Что у нас по снаряжению? По снаряжению у нас есть новое оружие, по-моему, если не ошибаюсь. Так, седьмой. Вот, кукри мастера Ассасина, то есть я его получил за выполнение какого-либо задания, за доверие одного из персонажей в этой игре, и я, пожалуй, его возьму, потому что оно реально лучше того, что у нас сейчас. Золотое благословение. Готово, очень красиво смотрится, трость клинок с рунами нам не надо, с руны эти кастет мастера Ассасина. Вернее, плохая вещь, по сути, но надо изготовить ее. Вот еще такая штука есть, глушение плюс 4, нефрит и кость. А, это уже восьмой, да, восьмой левел, то был уж девятого. Давайте посмотрим быстро наручи. Наруч, мираж, требуется тоже изготовление. И, ага, это шестой левел, седьмой. Смотри, нам еще эти закрыты, к сожалению, предмет нужно изготовить. Вот в чем дело. А еще, вот и делаешь у нас, найди чертеж, чтобы его разблокировать. Херушки, маме, там я знаю, где его искать. Что по огнестрелу? По огнестрелу у нас, конечно, черек пизды ку-ку, я бы сказал, даже полная. Пять тысяч тратить, честно говоря, на револьвер, жалковат пока что. Не так-то шибко много денег у нас. Восьмой левел, смотри, пять тысяч. Поезд черной смерти. Вещь хорошая, блин, а? Разотрите врагу в порошок, не забывая производить прекрасные впечатления. Защита и скрытность. Вообще, тема классная. Блин, восемь тысяч, жалко. Ну ладно, давайте купим. Не понял. Восьмой левел. Я не могу пока его использовать. Я не знаю, с чем это... Либо он уже... А, он уже у нас. Смотрите, какая тема, да? Отлично. Отлично. Костюмы. Что по костюмам? Есть какой-то костюм. Одеяние Джорджа... Джордана Барона. То есть, я не могу его пока исполнить. Хорошо. Давайте полисать от того, что мы уже с вами имеем. Вот так вот. Побежали. 60 метров. Значит, будут такие, видимо, полустелсовые задания. Я думаю, что мы это дело пройдем. О, два копа. Два копа-копа. Хорошо. А, подожди. Там закрытая зона. Я не могу туда пройти. Но я могу всегда использовать свои примочки, чтобы перелететь. Это дело. Давай, черик. Внимание, запретная зона. Кого убить? Кому, как говорится, напхать. Сейчас проверим. Так очень много копов. И вон там две цели, я вижу, наши. Так. А как? Куда конкретно мне добраться-то? Если я здесь прыгну? Там у нас копы стоят. Притом, они смотрят. Один прямо туда смотрит. Их надо как-то отвлечь, что ли? Вот один здесь идет. Можно их перебить, конечно. Чтобы не конаебиться. Давайте перебьем, наверное. Потому что я так буду очень долго это все мудохать. Чпонь! Жалко. Жалко. Ребята просто работают на зарплату, и мы делаем такие вот шальные вещи. Нас, конечно, вряд ли спалят в этом моменте. Зато три ножа, как и не было. Кто-то пришел посмотреть, какого хуя вообще происходит. И он тоже у нас умирает. Прости, пожалуйста, друг мой. Но мне пришлось это сделать. Можно было бы, конечно, отвлекать. Помните, шутихи были, по-моему, в Юнити. Можно было бросать шутихи. Не убивайте охранников. Синопского клуба. Ты умыть. О, господи, я думал, он ко мне идет. Так, вон там стоит один. Господин премьер. Давайте послушаем, посмотрим. Где с коррупцией важный шаг в реформе правительства. Если партия большинства просто диктует результаты выборов, о какой свободе может идти речь? Прямо, если мы нам помогли, то мы не будем сходить. Тихо, тихо, тихо. Не о какой, сэр? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. А, распалили, твою мать. Хреново, хреново. Хреновая затея, потому что мне, блин, негде запрятаться. Вот это я не люблю. То есть мне не дают возможности где-нибудь наблюдать из укрованного места. Поэтому давайте я посмотрю, что можно придумать касательно этой миссии. Вспомните, как раньше Альтаир или Эдсо могли присаживаться и аккуратно лицезреть все это дело со скамеек. Что мешает мне сейчас сесть сюда, допустим. Вот я бы сел и сидел и слушал отсюда. Ухо закинул бы туда подальше, и все хорошо было бы. Хорошо, давайте я так встану. Оп. И никто не посмелит, я надеюсь, что меня трогать. Возможно, была ошибка и то, что я начал убивать копов. Может, этого и не надо было делать. Ну что тебе, у меня тоже, смотри, котелок на голове. Что ты мне втираешь? Что ты втираешь мне, англичанин сраный? Ах ты ж, твою мать. Так, вон тот слева вижу палит. Давайте посмотрим. Как они активно и шумно разговаривают, серьезно. Учитывая тот факт, что у нас как бы слух хороший, и можно почитать. Я не стану спокойно ждать. Что-то там они трепчутся. Да, это немножко не та миссия, которую я себе представлял. Я думал, будет как-то поинтереснее, чем вот эта вот прослушка, так, как спецагент какой-то. Хотя, получается, по-другому здесь именно так оно и проходится. То есть сейчас вон тот дальний придет сюда коп и будет, видимо, ходить. Притом мне надо будет как-то скрыться и явно проследовать за ними. Я не позволю! Я отклоняю эти требования! Всего доброго, сэр! Наша задача была узнать, кто такой мистер Би, кто скрывается за этой буквой, кто этот подлец и подонок, который хочет убить премьер Минь. Бенджамин Дизраэль! Вы хотите сказать, что это Бенджамин? Бэй, Бенджамин? Бэй, это Брейн. Так, чудненько. Мы вышли из этого заповедника смерти? Я тоже полагаю, что Бэй. Но я не думаю, что это вся миссия. Скорее всего, еще что должно быть? Запретная зона. Там должны быть два копа. А, перехватить! Ох ты ж, твою мать! Сейчас, ладно. Ты хочешь немножко побегать, хочешь немножко боли, да? Сейчас я тебя догоню. Самое интересное же, Джейкоб бегает-то быстро у нас как бы. Оп! Как тебе такой расклад? Хорошо вышло, мистер. Бэ. Бэ? Меня зовут Герберт. Что вам нужно от премьер-министра? Просто работа, сэр! Один старик мне заплатил! Ох, нихрена я себе глазик почухал. Что, какого хрена? Че за пиздень с косичками? Какая наглость. Да вы хлопы. Хлопы и рыды да куянные дети всякие. Сейчас я тебе дам просраться, бичевка. Террибл бич, мазафака. Сейчас ты у меня получишь. Вы заметили, что мы еще неплохо так приоделись? Ах, сучонка какая-то. Смотри, что делает. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не, дорогушка моя. Давай, Беренька, ну же! Ах ты ж, твою мать! Беренька, надо как-то догнать ее. Она еще стрелять умудряется. Вот жопа с ручкой. Сейчас мы тебя догоним. Можно было, конечно, жахнуть ее. Давай, давай. Хотел сказать Эцу. Нет, не Эцу. Давай, Джейкобушка. Джейкобушечка. Охренушки он так прицелится. Интересно, я ее пущу таким образом? Или надо... Оп! Хорошо. Хорошо было, блядь. Как это улетело. Вот это, вот это найс, друзья. За это я люблю, за эти глюки. Игрушку Assassin's Creed. Нет, меня убьют. Я сломаю тебе ноги, и тебя отправят в работный дом. От старика можно сбежать. Завтра! Мои люди нападут на карету премьер-министра на пути в парламент. Ясно. Понятно, солнечно-светло. Это было круто. Это было круто, особенно... Не дайте стрелку попасть в вас. Ах ты жопа такая. Мне понравилось. Несмотря на то, что мы получили небольшой фейл в начале, мне понравилось это задание, особенно как девчонка в конце спикировала, вообще как звездочка санная. На тебе, ёпта. Знаете, насколько Олег брейн жестокий человек? Она, конечно, нам всё рассказала. Но она вынудила нас, собственно... Она в нас попала. Из-за этого мы не прошли нормально всё. Поэтому, знаете, как мы делаем? Можно её убить. Опа! Пошла, как говорится. Ох, ни хрена себе. Вот это Найцева. Ну, как вы знаете, это висельник. А с висельниками разговор всегда короткий. Так. Я думаю, что тех двоих, наверное, трогать пока не будем. В этом нет никакого абсолютно смысла. Хотя, с другой стороны, давайте глянем, что у нас и как. Что это у нас? Это следующие политические наши игры. Небось, да? Личная охрана. Рекомендуемый уровень 7. Я предлагаю всё-таки вернуться сюда и пройти, попробовать дальше. Посмотреть, как это будет развиваться. То есть, нападение премьер-министра, как вы знаете, это должно быть жёстко. Так. Значит, нам надо как-то там перепройти. Давайте попробуем. Можно сделать по красоте душевной. Давайте я туда вот. Хоп. Кабабунга! Называется. Внимание! Вы попадаете на запретную зону. Чирик-чикуша! Не-не-не-не-не-не-не-не, родная, не-не. Никакого шума, никаких проблем. Ох ты, шума какая! А ты смотри, кто-то сагрился. Но опять же, нам говорят, не поднимайте тревогу. Так мы и не поднимаем. Пошла нахер! Вот так вот надо. Вот так вот это всё и делается. Но мы здесь ничего делать не будем. Это когда вы хотите район захватить. Тогда уже надо выполнять по-тихому. За это даёт бонусы. И даёт возможность быстро качаться. Полетели. Наша задача сейчас совсем другая. Ну, глюки. Реально. Вот я помню, какой-то я играл, по-моему, Assassin's Creed 3. Так там они так летали эпично, как... Не знаю, где ещё, можно сказать. Глюки с анимацией были, но они забавные. То есть нельзя сказать, что игра от этого хуже становится. Это смешно. То есть когда ты сидишь, унываешь, играешь в Assassin's Creed, бывает местами. Самое то именно угорнуться таких моментов. Так, 240 метров. Вижу, что можно было бы угнать. Неплохо. Давай зафриранимся вниз немножко. Как ты смотришь на то, чтобы упасть вниз? Скажи, пожалуйста, мне. А, боже. Опять же, вернёмся к нашим баранам. Я помню, что Альтаир, я помню, что Этсу, они могли присаживаться на скамеечку и аккуратно выходить за обычного какого-то там ханыгу или пьяницу или просто человека, который решил отдохнуть. Он себе присел, там, занимается своими делами, подслушивает. Можно было убивать жертву, я помню, и на её место, собственно. О, смотри, 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 смотри. Чирик, блядь. Всё, заодно мы его заутали. 12 фунтов, как говорится, на дороге у нас не валяются. Привет, дружище. Нихрена. Всегда доставлял это. Вот за это я люблю Assassin's Creed. Я даже, по-моему, вчера купил, или позавчера, на радостях Black Flag. Так, ну, я не буду для канала его проходить, я хочу для себя поиграть. На удивление вам скажу, что игра как-то хреновастенько оптимизирована, в отличие от того же Unity, на который много очень грызлись. Я поставил все настройки в игре на Maximum Black Flag, версия для ПК, и я испытал лютую же поболь, увидев 50 с чем-то кадров. Это, конечно, не есть круто. Так, тем не менее, друзья, пока мы разглагольствовали, Олежа уже приехал. Что это такое? Почему это... А почему я не могу этот сундучок открыть? Что это вообще такое за сундучок? Напишите, пожалуйста, в комментах, что это и почему оно не открывается, когда я этого хочу. Ладно, полетели. Так, у нас есть ножи, у нас все хорошо. Седьмой у нас рекомендуемый уровень. Джейкоб собирается предупредить премьер-министра о том, что на его жизнь готовится покушение и узнать у Дизраэля, как может быть человек Мудири... А, кем может быть этот человек? Хорошо, давайте смотреть. Дело близится, я так понимаю, у нас к вечеру. Четыре часа. Начало пятого. С визитом я опоздал. Теперь придется пробраться в карету. Так, было бы неплохо. Но я так понимаю, что у премьер-министра всегда огроменная крутейшая охрана. Ну, давай сюда, проникните в экипаж. Вроде как бы кажется просто, но там, ребята, шестого левела, у нас восьмой. Притом уже четвертушечка ближется к девятому. Кем образом мы это с тобой сделаем? Кинуть бомбочку им может быть? Хорошая тема, кстати. Кинуть им дымушку, потому что дымом я практически не пользуюсь. Это знают все, и у многих от этого горит. Но я могу проходить и без дыма эти задания. Так, там вроде свалили. Могу упасть. Падай, падай, твою мать. Что ты стал, кретин? Что это? Игра. Игра, что ты делаешь? Игра как-то странно тебя сейчас повела. У меня был прекраснейший шанс. Но эти люди возвращаются обратно. Сейчас они там повозятся, походят, а я вот так вот, оп. Ну, давай, давай же. Что-то нас даже как-то не особо не палят. Ну, заходи в самую карету, кретин! Проникнуть, удерживайте. Оп. Готово. Что все это значит? Вы кто, черт вас, дери? Премьер-министр, теперь я буду вас охранять. Джейкоб Фрай. Мне ничего подобного не сообщали. Кто вас ко мне направил? Дай мальчику сказать, Дизи. Мадам, простите. Узнав, что вам грозит опасность, полиция решила действовать быстро. О, пошла, Зара. Пошла, как говорится. Одну минуточку, сейчас порешаем. Смотри, какие макаронинки у нее на голове забавные. Так, господа копы, сейчас будем, сейчас будем проблемы-то решать, твою мать. Че там за ублюдыши, а? Не, на ваших союзников напали. Поехали решать проблемы. Давай. Ты че, охренела что ли, еба? Ой, на шейхом дал. Купайте-то. Оп, смотри. Пошла сука такая. Ага, хренушки тебе с маслом, чтоб ты не обляпалась. О, жестоко, сану в зубе бич. Хоть это и девушки, но творят они просто бесчинные вещи. А вот это внизу у нас. Смотри. Оп. Смотри, смотри, что делает, а? Взяли хорошую штуку, она очень больно их рубит. Как его переконаебило-то. Пошла нахер. Все? Че, жива? Эээ. Долго тебе не жить. Я че-то не понял сейчас. Эээ, я же убил тебя. Детка моя. Ого, видимо так надо было сделать. Но вы видели, что я ее убил? Все-таки глюки в игре присутствуют, эта печаль беда. На, немножко пострелять, думаю, не помешает. Готово. Позвольте. Что это значит? Не так быстро, ваша светлость. Че за лысый чучмек? Сейчас мы... А, они их угоняют. Вот чем-то. Хоть мы отбили, конечно, большую часть атаки и пытаемся добить дальше, экипажик у нас как бы есть, поэтому с покерфейсом на лице поехали все-таки творить. Верни ко мне, премьер-министр. Угоните экипаж менее чем за одну минуту. Сейчас попробуем. Уху. Так, спокойно. Так, надо до них как-то поближе, чтобы я мог перепрыгнуть. Угнать. Оп, смотри, как я сейчас. Отлично. Менее чем за минутку вроде как справились. Теперь надо их как бы на место-то вернуть. Держитесь, пожалуйста. Я вас прошу. Миледи. Станьте инкогнито. Хорошая. Не-не, куда-куда-куда? Тихо. Тихо-тихо-тихо. О, пошла, родная. Пошла жесть. Покажитесь, Гладстон. Какого хрена спрашивается? Экипаж премьер-министра должен быть очень крутым. Стреляй. Я не понимаю, почему он не может стр... Чего? Чё это было? Какого? Я нажимаю стрелять? Во. Готово. Так, с ублюдышем мы расправились. Теперь главное просто убежать. Станьте инкогнито. Лошадка, пожалуйста, не надо так бежать, соседская ты моя, чудо-юдо. Всё, валим. Валим отсюда, валим, 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 валим. Готово. Так. Я надеюсь, что теперь-то я инкогнито им обеспечил. Нет? Ещё кто-то за нами там увязался. Вроде хорошо всё. Вот это классная миссия была, серьёзно. Несмотря на глюки небольшие, это было интересно. Фух. Я надеюсь, что мы не провалили сейчас. Вроде как я всё правильно старался делать. И поставленную цель вроде как выполнил. О, отлично. Чёртов, Гладстон! Вот негодяй! Он за это заплатит! Благодарю. А что вы собираетесь делать с Гладстоном, юноша? Уверяю вас, мэм Гладстон здесь ни при чём. Но он же хотел убить моего мужа. Ну, Гладстона мы проверим. Возможно, вы поможете мне с другим делом, мэм. Нам нужен некий господин из парламента. В возрасте кавалерийский мундир, пышная борода. Я полагаю, вы человек решительный, мистер Фрай. Ну, да, так и есть. А знакомы ли вы с более бедными кварталами города? Немного. Чудно. Дело вот в чём. Я давно хотела увидеть своими глазами аккорд дьявола. Есть ли вы сопроводите меня? Я с радостью поделюсь информацией. Мне кажется, мысль неудачная. Значит, решено. Жду вас здесь же на Даунинг-стрит завтра ровно в восемь вечера. До завтра, мистер Фрай. Но... До завтра, мистер Фрай. Прекрасно. Ну, что могу сказать? С заданием мы справились. Получили, как выполнили все дополнительные наши задания, получили кучу опыта и кучу деньжат. Можно шиковать, как говорится. Ванну шампанским и шлюхами мы, конечно, заказать себе не сможем. Да нам это нахрен не упало. Но красный золотой плащ вроде как получили. Давайте посмотрим, что это за площадка такой. Улучшение банды. Что я могу себе позволить? Что это за корона? Давайте посмотрим. Известность. 7500. Банду я не сильно прокачивал. И, честно говоря, я сожалею уже об этом. Вложение 6000. У меня нет 150 кожи. Я бы это дело себе заказал. Грачата. Что у нас по грачам? Давайте смотреть. О, грачи громилы. Вот это я хочу. Вот это я хочу. Это надо. Это нужно. И очень надо бы, конечно, прокачать им левел. Но стоит от 10000. И у меня, к сожалению, таких средств пока что нет. Навыки. Есть два навыка. Но на двоечку у нас ничего не осталось. Все, что есть, стоит либо 4, либо 6, либо еще выше. Снаряжение С. Пояса, костюмы. Пояса, костюмы. Нет, это не то. Это нахрен нам не упало. Пояс черной смерти. В чем проблема? 5000. Я пытался его вроде поставить. Но что-то как-то... Или у нас уже есть? Хервушки поймешь тут. Так, костюмы. Костюм под лица. Как интересно. Костюм под лица очень даже идет, кстати, нашему герою. Ладно, здесь тоже ничего особо интересного. Поэтому давайте потом цвета посмотрим. Следующее наше задание находится прямо здесь. То есть, как говорится, далеко ходить не нужно. Тихо-тихо, родной мой. Опа! Шикардос какой. Как хорошо можно устроить бесчинство прямо на улице. Давай я тебя обыщу, наверное, потому что мне как-то за под лицо сейчас идти затариваться. Хотя надо, нет. Надо-надо, придется. Торговец. Я как бы заработал у него небольшую скидочку. По-моему, процентов 20. Здесь все хорошо, заходи, покупай. Вот так вот. Раньше, я помню, затаривался до скидки. Это дело стоило, допустим, полторы тысячи фунтов. А сейчас это стоит... Смотрите, какая котечка намоется. Если встретил котечку в Assassin's Creed Syndicate, значит, все будет найсово. Довольно неплохо сделано. Текстурки у кота очень даже достойные. Так, а что он делает? Обзор на кошку. Можно убить, но я котов не убиваю. Вы знаете прекрасно. Ну, убивать животных в играх, ну, если это не Far Cry, конечно, какой-нибудь. Где животное может, как бы, представлять угрозу для тебя. Не вижу смысла. Вознится мисс Дизраэли. Мэриэн Дизраэли желает посетить Акр Дьявола. Она просит о помощи своего нового личного охранника Джейкоба. Наручи смерти я получу. Поехали. Посмотрим. У нас сегодня серия чисто по политическим играм, по политическим таким заварушкам. Так что я думаю, что вам это дело понравится. То есть необычно даже. Такс. Миледи. Мистер Фрай. Готовы к прогулке? Акр Дьявола начинает просыпаться. Боюсь, я должна отменить нашу прогулку. У дома буквально толпятся эти назойливые журналисты. И я не могу позволить, чтобы меня видели в обществе вот... Я от них избавлюсь. А вы выйдете позже. Да, да. Но будьте помягче, прошу. Эти господа из прессы почему-то не выносят насилие в свой адрес. Собачка смотри какая. Обещаю, волоска с их голов не оброню. Тише, Дезмонд. Дезмонд? Да ладно, ты издеваешься что ли? Можно рассчитывать как пасхалочку что ли, Дезмонд? Один из прошлых героев наших ассасинов. Так, тихо. Тихо. Спокуха. Поручите девочке отвлечь корреспондентов. Хорошо. Давай смотреть. Какая девочка? Какие корреспонденты? А, может быть, из-за того, что я грачатам помогал, освобождал этих детей и завоевал доверие. Мисс Адоналл, по-моему, как-то так ее звали. А, может, из-за этого? Сейчас проверим все, не вопросец. Так, давай, прыгай. Прыгай, дружбан мой. Оп. Куда ж ты скачешь, твою мать? Опа. Как внезапно-то, да? Чпоник. Готово. А, ты же вроде как не девочка. Ага, как интересно. Так кому надо это, Сэмэ? Какой девочке? Я что-то пока не вижу. С кем тут можно потолдычить? Похитить нокаут? Ну, это глупо делать. Это бессмысленно. Можно, конечно, стрельнуть в него. Но тут стоят копы. В чем дело? Они палят, видишь, как на зулю-то. Девочка, девочка, девочка. А, вот ты где, моя хорошая. Сейчас я тебе это самое задание-то дам. Говорить? Во. Это твое, если сделаешь так, чтобы они пошли за мной. Конечно, сэр. Я вот что думаю. Может им дымушку бросить потом? А, валим-валим. Походу, Брейна спалили фанаты. Уходим, друзья мои. Скройтесь от газетчиков. Так. Что вы можете сказать о пьесе? Ни хрена. Так, сейчас пробежимся. Какие назойливые, твою мать, а? Убивать их нельзя. Вот в чем дело. Поэтому давайте я просто убегу. Просто побежали. Хоп. Хей. Ла-ла-лей. Что-то я не вижу. Бегут за мной? Газетчики, сраная, мать твою. Бегут, блин. Самый жирный бежит самым первым. То есть ему новости надо быстрее всего. Готово. Так, от газетчиков мы с вами скрылись. И самое время свалить отсюда. Блин, мне так доставляет фамилия Дизраэля. То есть реально круто звучит. Ты же понимаешь, насколько это страшно и реально улучшает уважение. А фамилии в то время действительно имели какое-то значение. Дизраэля, блин, круто. Олег Дизраэля. Брэйн Дизраэля. Дизраэль едит, мать твою. Так, ладно, шутки шутками, но нам надо двигаться далее. Давай, как-нибудь тут ты сможешь слезть? Боже, ты же ж твою же мой. Ладно, давай так. Через жопу так через жопу. Чё ж... Чё там за агрессия? Давай! Чё давать-то тебе? Сейчас я слезу и дам тебе по щам твоим тупым. Слезай, пожалуйста. Ну, с газетчиками-то вроде как просто. Неинтересно, а назад они дорогу что найти не могут? Видимо, какие-то проблемы. Так, а вот и наша мисс Дизраэля. С ними, юноша. Дизе стоит нанять вас, избавляться от либералов. Так, спогнали. Экипажик есть. С проводить ними из Дизраэля к окру дьявола. Ну что ж, не будем гнать, наверное, да, сильно? Хотя у нас и так... О, мне, можно, можно, надо. О! Твою мать! Сранные газетчики. Ну, я не могу их убивать же, правильно? Хотя мне не сказано, то есть, как я могу это делать. А, видимо, надо как-то поосторожней. Ой, там вражи, да? Уходим отсюда. Вот так. Вот так. Он так сказал, как будто актер из порнофильма. Серьезно? Вот так. Ну, блин, это страшно становится за игру. И страшно становится за Брейда. Хорошо. О, да, хорошо. Мы точно сейчас играем в Азазинскрин? Так, твакуга. Твакуга. Е! 160 метров, да? Как мимолетно у нас пролетели эти 500 метров. А-ля-ля-ля. Та-па-ля. Вот, смотри, аккуратненько. Вестминстер, не захвачен. У-а-а! Тихо-тихо. Не захвачен ни хрена у нас. Ну так, наполовину где-то. Пошла. Тихо, девочка. Готово. Тихо. Окей, ушки. Не попадитесь на глаза бандитам в трущобах. Иначе придется воевать жесткой. Доказывать ублюдышей. Так, мисс Дизраэль, может быть, как-то аккуратно пройдемся? Так, давайте я возьму, наверное, ножи сразу. Даже таковато. Смотрим, на что похож акр дьявол. Акр дьявол на что-то да похож. Сейчас пройдемся, чудо мое. О, сколько бантюганов там, твою мать. Так, а как мы пройдем? Вот тут можно? Внимание! При приближении опасности собака Мисс Дизраэль начинает гавкать. А в чем тут опасность? Вроде как все nice. Чужих и кошек. Так, я надеюсь, что он оборачиваться не будет. И я просто пройду здесь спокойно. Так, здесь надо также смотреть на мини-карту, потому что я прокачал возможность, и мне показывает именно, с какой стороны они там что видят. Наверх я пройти не могу, значит, надо как-то здесь. Может, попробовать там? Здесь, наверное, мы не пройдем. А, ушел, отлично. Козочка! Ты смотри, моя радость. Там коза была. Господи, я еще козам так не радовался. Че ты там загоняешь, твою мать? Так, уходим, они там у нас. Хм, нормально все. Ага, вот тут может пройти. Нет, там нельзя пройти. Не как бы можно, но нежелательно. Давай здесь попробуем. Бегать тоже нежелательно. Я помню, в The Last of Us я тоже пытался и учился свистеть. Но не всегда все получается так, как я хочу. Вы че, хуели как? Каким каким образом вы могли заметить меня как? Суки! Сучары какие. Охренеть! Вы че, а фонари или твою мать? Сейчас пиздюли им дадим. Так, мы с Израилей, главное спокойствие. Гопники всегда попадаются в трущобах. Че, коренно? Ну я-то в принципе раздам им сейчас, не вопрос-то. Это несложно будет сделать. Но я не понял, как он мог меня заметить. Я вот этот момент не просек, конечно. Не страшно, по сути. Вы же прекрасно знаете, что всегда по возможности мы проходим все скрытно. Но иногда из-за глюков в игре, которые вы видели в этой серии прошлых, получается, что не всегда получается, что мы хотим. Видишь, тавтология забавная какая. Пойдемте дальше. Так. Челядь, отойдите, челядь. Свои... Я бы не советовал вам... Я, наверное, что-то в жизни не понимаю, может быть. Во, слава богу. Он нас мог увидеть, да, то есть он мог сказать, типа, что, что, какого хрена? И уйти дальше заниматься своими делами. О, мистер Фрай, взгляните на них. Серьезно, да, бедный район. Кажется, они... У меня второй брак, мистер Фрай. Жена мужа, смотрите, зажарила. Нормально, это происходит. Удивляться нечему. Там золотой ящик есть. Можно было бы его скрыть. Самое интересное, что мы разваляли... Мясо он продает. Мясо, свинина. Лучше не знать. Это что-то ужасное? Может, крыса? Опасаюсь задеть присутствующих, но весьма вероятно, еще недавно оно лаяло. Вот она, старушка-бочка. Так. Ну что ж, пришли. Собака доставляет, конечно. Так, вот это винта, да? Чудесно. Странно. Милый пясик. А, какого ху... Ты что, охренел, твою мать? Быстро. Так, следуй за лайм и найди собаку. Тойди, что я твою налево. Так, собачка, собачка, собачка. Сейчас найдем его. Я думаю, ему сумочка приглянулась, наверное, да? Так, где-то я иду по веткам, сугубо. Потому что до других показателей у меня... Курочка, свали! Чуть курочку не затоптал. Так, либо это какая... Либо это какая-то западня, либо... Хрен ему пойми, что. Так, козочка, возвращаемся обратно. А, вижу. Заткнись, он ей говорит. Главное, чтобы пёсику ничего плохого не сделали. Да перелазь ты, су... Твою же налево. А, умница, Дезмонд. Дай сюда псину. Мы с приятелями найдем тебя, вот увидишь. Самое интересное... Давай вернем тебя хозяйке, которую я оставил... Без присмотра... Вот, вот, вот. Вот об этом я сейчас и хотел сказать, что таким образом они его выманили, а мисс Дезерелли осталась без присмотра. То есть он меня опередил. Ну, если вы никогда не говорили отцу о своих переживаниях... Откуда же ему было знать? Никогда об этом не думал. Наверное, мы все хотим, чтобы нас любили. Именно так. Вот. Возьмите. О, Дезмонд и мистер Фрай. Знакомьтесь, это... Простите, как вас там зовут? Ублюдок Джон. Чудно. Думаю, вам пора домой, мам. А вы правы, мистер Фрай. Идем же, Дезмонд. Как она аккуратно, да, я так поговорила с ними. Никакой агрессии, хотя я уже был на готове сейчас. Клиночком по чему-то. Удивительно. Либо они ее не узнали, либо у нее просто дар. Так, заговаривать. Смотрите-ка, тут собачник. Так. Давайте без опрометчивых решений. Ну что ж, пора навалять. А я люблю это делать. Бегите, а. Все, я понял. Бегу. Бегу, бегу, бегу. Так. Ах ты ж твою мать. Ты что, охренел, что ли? Пошелся с моего экипажа. Готов. Ни хрена. Я сам себе удивился, как это эпично получилось. Все, друзьяшки мои хорошие. Тихо, 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 господи. Крушим все на своем пути. Так, бегите вместе с миссис Дизраэля. Да, у старушки сегодня явно хороший будет вечерочек. Спать будет как младенец. Что там сзади происходит, не знаю. У меня боковых зеркал тут нет. О, готово. Разворотик. Мистер Фрайк. Вам спасибо, мадам. Теперь вы мне расскажете о господине в гусарском мундире. Ах да. Этого джентльмена зовут Лор Фардинга. Он не грозит. Вечно разговариваю с ним о своих военных подвигах. Вы знаете, где с ним можно поговорить глазу на глаз? Думаю, да. Сейчас мы можем развести там коней против филя о борьбе с коррупцией. Вы наверняка найдете его в Вестминстерском дворце. Будьте осторожны. Правительству не нужен новый скандал. Обещаю, что буду благоразумен. Вестминстерский дворец. Лорд Кардиган. Ну, теперь мы знаем нашу следующую цель. Самое интересное, что я не представляю, как мы это будем проходить. Мы на месте, мэм. На месте? Как это мило! Спасибо. Благодарю за чудесный вечер, мистер Фрай. Я рекомендую вас Дизи. О-хо-хо, да. Ну что же, мы прошли с вами возницами из Дизраиля. Жалко, что попались, конечно, на глаза в трущобах. Это, в принципе, реально было избежать. Чудненько чертеж на руче смерти. Давайте незаметно убейте посыльного. Палят суки, да? Так, центральный. Значит, надо, чтобы они либо ушли. Смотри, что-то там палит, палит, сука. Ой. Да стреляй же ты в него! Все, посыльный помер. Ну, я что-то не вижу, чтобы нам... О, засчитали, смотри. Личное убийство. То есть, упал человек, который шел рядом с ними, а никто даже не заподозрил неладного. И меня, честно говоря, это смущает. Итак, на руче смерти. Давайте посмотрим, что там у нас забыли на руче. Так, навыков у нас пока новых нет. Снаряжение. Наруче ассасина. Что есть? Ассасин, кожа, мираж, на руче смерти. Предмет надо изготовить. Плюс два. Плюс два. Мы сейчас носим вот это вот. Что нам надо? Пять пятьсот, сто двадцать. Ага, и деньжат не хватает на это дело, и кожи не хватает. Печелька. Хорошо, будем искать тогда. Сундуков у нас много. Я думаю, что этим мы обязательно займемся. Сейф в поезде почти полон. Что у нас дальше? Что у нас дальше? Вот я вижу наш поезд. Хорошо. Так, это задание за Иви. Это задание за Иви. И вроде пока все. То есть в следующей серии, получается, мы займемся с вами полноценной Иви. Давайте переместимся сюда, посмотрим. Заберем нашу Данни с сейфа. И там я уже закроюсь. Точнее, даже не закроюсь. Не в поезде, естественно, а ролик мы с вами закончим. При прокладке железных дорог троллевали пара труперов. Не успели дочитать. Очень быстро иногда бывает загрузка, кстати. Но вот вместо вот этого черного экрана можно было бы оставить предыдущий. Для меня? Да-да-да, письмецо для тебя. Так, забираем. Деньжатки у нас отлично. Привет, мистер Гатлинг. Привет-привет. И сразу мы тебе скажем пока. Ну что, друзья, продолжим тогда уже охотиться полноценно. В следующей серии я надеюсь, что получится добраться до Вестминстерского дворца и пообщаться очень близко в тесном контакте с мистером Лордом Кардиганом. Спасибо, что смотрели. До скорых встреч. Пока-пока. Как раз на фоне вот этой прекрасной лани или олененка из зебры.